Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Две человеческие жизни унес пожар в деревне Красная Слобода Октябрьского района. Накануне там в частном доме произошло возгорание. Кровля деревянного дома полыхала открытым пламенем, когда спасатели прибыли на место происшествия. После ликвидации пожара они обнаружили в комнате мужчину и женщину без признаков жизни. Огонь уничтожил имущество в доме, повредил и обрушил потолочное перекрытие. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. К слову, это был не единственный пожар на территории Гомельской области. Огонь причинил вред еще в нескольких районах. В Будокошелевском произошло возгорание в многоквартирном доме деревни Чебатовичи. В результате уничтожено имущество в одной из комнат квартиры, в которой случился пожар. Пострадавших нет. А в деревне Буйно Вечерельческого района полностью уничтожена кровля деревянного дома. Огонь опалил стены и оставил хозяев без мебели. Пожар не причинил вреда людям. Причина обоих возгораний – нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств. В Будокошелевском районе вора выдал магнитик, который он снял с холодильника в момент совершения кражи в частном доме деревни Широкая. Незваным гостем оказалась жительница этой же деревни. Она похитила из дома пенсионерке 300 рублей и взяла на память об успешной вылазке сувенирный магнитик. Правоохранители быстро вычислили вора. Женщина созналась содеянным, а магнитик послужил неопровержимым доказательством преступления. Часть денег женщина успела потратить. Оставшееся похищенное средство вернула. Возбуждено уголовное дело. Хотел включить свет и оставил отпечаток пальца. Еще одна история о нехитрой краже тоже из Будокошелевского района. Сотрудники РОВД задержали ранее судимого мужчину, которого по отпечатку пальца, оставленному на плафоне, вычислили эксперты Государственного комитета судебных экспертиз. Мужчина проник в дачный домик и похитил оттуда имущество на 100 рублей. Но в тот же вечер вора задержали милиционеры. Часть похищенного была найдена сотрудниками в момент обыска. Домушнику ничего не оставалось, как сознаться в содеянном. Сохрани себе жизнь. Республиканское профилактическое мероприятие продолжается на территории Беларуси. В Гомеле инспекторы ГАИ провели специальный рейд и напомнили участникам дорожного движения о необходимости использования световозвращающих элементов. В центре внимания оказались пешеходы и велосипедисты. Чтобы сделать их заметнее, инспекторы раздали людям, ставшим участниками акции, фликеры и напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. В темное время суток световозвращающие элементы способны предупредить наезд и сохранить пешеходам и велосипедистам жизнь. На сегодня все. Я Александр Гамоля благодарю за внимание. До свидания.